Из книги «Открытым оком», том 30-й. Тема Лаптин книги. Вопрос 4047. Я работаю с одним молодым человеком, Сергеем Баптистом, и он якобы что-то слышал про ваши книги и относится к ним отрицательно. Он говорит, что в них написано про всё, что вы видели, даже про ёлку. Это как песня казаха, что видит, про то и поёт. В этом заложен им отрицательный смысл. Что можно посоветовать ему почитать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. О ком речь идёт, я хорошо знаю и этого Серёжу и его семью. Он у Баптистов участвует в кукольном театре и с куклами разъезжает по сёлам. Его родная сестра за дьяконом на нашей общине. Эти слова он от дьякона услышал, ибо тот неодобрительно относится к книгам. А спроси этого Баптиста, какие книги он прочитал за последние пять лет, очень даже сомневаюсь, чтобы хотя бы по одной книге в год или одну за пять лет он прочёл. Я с ним встречался и задал вопрос об авторах Библии и переводчиках на русский язык. Белое пятно. Он ничегошеньки не знает, как и подобает любому сектанту. Он усвоил одно, что он спасён окончательно и выпасть из этого не может. А живут без поста и без креста. Ставят они также ёлки и украшают их, как истовые язычники и далопоклонники. Я отвечаю в книгах открытым оком на четыре тысячи вопросов. Пусть он ответит хотя бы на один, и вы увидите, что кроме бессмысленного мычания он ничего не скажет. И это учитывая, что он из благочестивой семьи, что мать у него и все три сестры православные, что он так много слышал истинного, что так, как отец у него Баптист, но так, как отец у него Баптист, то он ему и вложил в сектанское жемудрование. Ты спасён, ты спасён. То ему уже ничего и не нужно. Живут в самости, ибо никогда и ни дня не жили в послушании ни Богу, ни людям. Никто из четырёх мужчин в семье не служил в армии, не был в тюрьме, в монастыре. В самости души денно и ночно. Этот невежда в Писании высказал неприязнь ко мне, но одновременно в его словах есть и похвала, что я из любого предмета, события, книги могу вызволить Аллилую, Богу и Егове могу увидеть во всём милость Божию и протянуть ниточку к определённому месту в Библии. Для них это всё тьма непрорубная, потому что живут по плоти, а не по духу и не любят Библию, хотя кроме Библии и песенника своего ничего и не держат в библиотеке. Его мать-прихожанка нашей общины, и мы дружим уже около 35 лет. Она имеет все наши книги, и они перед его глазами. Спроси ещё, какую из 36 книг он прочитал, какая его заинтересовала, и опять же, кроме бессмысленного мычания, ничего не услышишь. Он будет ссылаться на то, что просматривал, выборочно читал, картинки смотрел, но подряд сто страниц некогда ему было прочесть. Обыкновенное сектанское шатание из угла в угол обворовало сознание и совесть. И он ведь абсолютно не видит, что душа его пуста, как обмолоченный сноб. И он страшно неинтересен, с ним не о чем говорить. Сами по себе одни, они добры, но не пьяницы, но душа заморожена. Спроси ещё, что он читал у Горького, Чехова, Достоевского, Солженицына, Диккенса, Толстого и другое. Какие стихи поэтам знает наизусть или хотя бы читал? И снова будет ухмылка. Из сектантской резины и мычания спасённого навеки. И при всей закоренелой невежественности ими обладает дикий неистовый снобизм. Его даже не интересует, а что же в мире деется, как на его положение другие смотрят и как он может защититься в этом убеждении, в которое попал по внушению юридиков. Находясь в такой юридической темноте, в своём же кругу они умничают тем, что какую ноту выше, кто какую ноту выше возьмёт. Они ни Ярлопейсти не знают, ни Сперджина, не говоря уж про святых отцов Церкви Христовой, а незачем ему это, когда он уже «спасён» в кавычках. Больше обольщения придумать невозможно. Вот оно, баптистское старобрячество в кавычках. Уже вполне закоренелое, отупелое, основанное на безразмерном чревоугодии и свастолюбии. Еремия 15, 19. Если извлечёшь драгоценно из ничтожного, то будешь, как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Деяние 20, 27. Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. И Зекииль, 44, 23. Они должны учить народ мой, отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто, что чисто. Евреям 5, 14. Твёрдая же пища, свойства совершенному, которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. События курятся не сами по себе. Там за кулисами гуртуются масоны. Из человечины готовится обед. Того не видит только мёртвосонный. Вот терроризм, а взрывы чередой, крушение поездов на станции в метро. На смуту неустройство антихрист дверь грядёт. И в хране Соломоновом ему готовят трон. Пристреленное снайпером пространство опасно по-обычному живущим. Пренебрегать опасностью напрасно. Следы от пуль ложатся очень кучно. У обречённых мизерный есть шанс. Зарыться в землю, не трудиться вовсе. Тогда угроза не достигнет нас. До темноты дотерпит и не скосит. Безжалостные киллеры роятся. Верховводят в начальниках кузатых. Им дармовое питье и ясло. Из всех щелей от них смердящий запах. И нет возможности холеруту избы. Хоть как-то перемочь грабёшь нахальный. Ребёнку страшно выйти из избы. На всех экранах и портрет. Хари. И портретах на всех экранах. И портретах Хари. И кто не верит Божьим словам, Тот однозначно слеп и остаётся. Над ним кретин, манкур или болван. Ему всё кажется обыденно и просто. Что всё самой собой идёт делёшь. Коррупции жадное начальство. Такой не знает, как рядится ложь. Что с дома Божия суду пора начаться. Есть рыкающий лев, дракон и змей. Есть слуги дерзкие. У злого херувима он с неба свергнут. Делается злей. Христова благодать нас дивно сохранила. 13 августа 2008 года. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин.